В 1952 году самолёт ВВС под названием Си-124 Глобмастер-2 врезался в большую гору во время полёта из Вашингтона на Аляску. К сожалению, никто из находившихся на борту 52-х человек не выжил. Плохая погода в то время сильно затруднила поиски места крушения, и даже позднее все попытки его найти не увенчались успехом. Однако в 2012 году экипаж вертолёта во время тренировочной миссии заметил обломки разбившегося самолёта на леднике «Колони Глетчер» на Аляске. Они начали искать другие части и подтвердили, что это действительно тот самый пропавший самолёт. С тех пор каждое лето на протяжении 10 лет различные военные группы оказывают помощь в операции под названием «Колони Глетчер». Им удалось установить личности 40 из 52-х человек, погибших в катастрофе. Солдаты, участвующие в этой миссии, серьёзно относятся к своему обещанию никогда не бросать погибшего товарища. Они считают своим долгом вернуть тех, кто не выжил. Ещё одно открытие произошло в Альпах. В 1991 году туристы, исследуя живописные Альпы, наткнулись на человеческое тело. Оно было наполовину вморожено в лёд на вершине горного перевала между Италией и Австрией. Сначала местная полиция решила, что это может быть несчастный случай, произошедший с альпинистами. Но уже через несколько недель археологи стали утверждать, что этот человек мог жить более 5000 лет назад. В итоге замёрзшему парню дали прозвище Этци. Он был назван в честь близлежащей долины Этсталь. Он стал довольно знаменит, как самая древняя из всех известных ледяных мумий. Возможно, замороженное состояние Этци не так уникально, как мы думали. Тогда всё становится действительно интересным. Археологи выдвинули другую теорию. Поначалу все были уверены, что Этци ознаменовал начало более холодного периода, потому что с тех пор, как он погиб, лёд не таял. Однако за последние несколько десятилетий ледники и ледяные участки по всему миру тают, как мороженое в жаркий летний день. Во льдах нашли не только Этци, но и другие древние реликвии. Тела, охотничье снаряжение, конский помёт и даже древние лыжи. Археологи утверждают, что подобные места существуют. Их довольно много, и все они прекрасно вписываются в эту растущую область ледниковой археологии. Кажется, по мере того, как мир становится теплее, он будет показывать ещё больше древних тайн из глубинных заморозков. Переходим к ещё одному удивительному открытию. В 2018 году Уильям Тейлор и Ник Джарман исследовали заснеженные склоны Алтайских гор Монголии. Они нашли древнюю сокровищницу, спрятанную во льдах. Внутри клада они обнаружили хорошо сохранившееся древко стрелы трёхтысячелетней давности, украшенное охристыми метками. Она была в идеальном состоянии, что редкость для органических предметов такого возраста. Исследователи нашли и другие предметы, например, бронзовый наконечник стрелы с кусочками сухожилий животных. Все эти реликвии оставались нетронутыми сотни лет с тех пор, как были заперты во льдах. В Монголии повышение температуры растопило ледники, которые оставались замёрзшими на протяжении веков. Подобные открытия были сделаны в Юконе, США, Италии, Сибири и Норвегии. Были обнаружены тысячи мест. Учёным приходится бороться со временем, чтобы задокументировать и сохранить эти артефакты до того, как они будут потеряны навсегда. Их изучение ставит под сомнение определение этих мест как мест дикой природы и показывает, как коренные жители сосуществовали там с природой. Иногда люди находят и простые предметы, например, сандалии. Это, обнаруженное на одном из горных перевалов Центральной Норвегии, свидетельствует, что люди пользовались этим маршрутом примерно 1700 лет назад. А значит, тогда в этом районе было меньше снега и льда. Сандалия, датируемая примерно 300 годами до нашей эры, напоминает римские сандалии той эпохи. Также в Норвегии охотники нашли железный меч высоко в горах, на высоте более 1600 метров над уровнем моря. Поблизости нет захоронений и непонятно, зачем кому-то понадобилось хранить меч в таком отдаленном месте. Археологи предполагают, что владелец мог заблудиться. Затем в 2011 году, по мере таяния льда, стали появляться необычные предметы, напоминающие гигантские рогатки. Радиоуглеродная датировка позволяет предположить, что этот предмет был изготовлен около 400 лет до нашей эры. Его длина превышает 1 метр, и на нем есть ножевые насечки. Они озадачили археологов, пока один из членов команды не распознал в них слово «тонг» или «щипцы», которые использовались для крепления грузов на санях при перевозке сена или листьев для корма животных. Люди в этом районе использовали сани с такими щипцами до 50-х годов прошлого столетия, когда стали распространены тракторы. Теперь давайте вернемся в прошлое, на тысячи лет назад. Это легко сделать, взглянув на этого шерстистого мамонта. Это существо немного похоже на любимую, но слегка потрепанную игрушку. Древний гигант, чей рассвет случился 39 тысяч лет назад, является самым хорошо сохранившимся мамонтом из когда-либо найденных. Даже его характерная лохматая шерсть удивительно хорошо сохранилась, будучи запертой в ледниках до недавнего открытия в Сибири. Это удивительное животное сейчас в центре внимания в Йокогами, Япония. Ученые проводят тесты, которые могут вернуть к жизни этот вымерший вид. Когда они наткнулись на самку мамонта, то обнаружили скрытое сокровище, образец ее крови, сохранившийся подо льдом. Они считают, что эта древняя кровь может стать ключом к воскрешению мамонта. Ученые также обнаружили хорошо сохранившуюся мышечную ткань. Самке мамонта было от 50 до 60 лет, когда ее настигла ее ледяная участь. Открытие крови мамонта вновь вызвало споры об этичности воскрешения вымерших существ, как в фильме «Парк юрского периода». Амбициозный план состоит в том, чтобы имплантировать яйцеклетку в живую слониху на 22 месяца в надежде, что хотя бы одна живая клетка мамонта выживет. Теперь давайте отправимся во французские Альпы. Мы находимся неподалеку от места, где 46 лет назад трагически разбился самолет Air India. Нас сопровождают спасатели и его сосед. Они отправились в этот район после того, как группа туристов заметила на леднике странную штуковину. Это была сумка. Индийское посольство в Париже узнало об этом и решило ее заполучить. Самое интересное, что на ней было написано «Дипломатическая почта» и «Министерство иностранных дел». Рейс авиакомпании Air India направлялся из Мумбаи в Нью-Йорк, когда в январе 1966 года он разбился и унес с собой 117 человек, находившихся на борту. Угадайте, что еще было в сумке, кроме промокшей дипломатической почты? Там была стопка старых индийских газет. Кроме них нашли куски кабины самолета, одинокий ботинок и связку проводов. Совершенно неожиданные сокровища на этой горе. Летом 2013 года ученые наткнулись на послание, оставленное геологом по имени Уокер, который поместил его здесь 54 года назад. Это послание стало своего рода последним завещанием мужчины. Он скончался всего через месяц после того, как спрятал бутылку в скалах на острове. Содержание сообщения поражало воображение. В 1959 году Уокер измерил расстояние от тех самых камней до края ледника, и оно составило всего 51 метр. К 2013 году это расстояние увеличилось до 122 метров. Исследователи убеждены, что столь разительный контраст между двумя измерениями подчеркивает последствия продолжающегося глобального потепления. Представьте, что тающий лед в горах Норвегии – это машина времени, открывающая сокровищницу. Было обнаружено почти 800 артефактов викингов, спрятанных более тысячи лет назад. Они позволяют нам заглянуть в оживленные торговые сети эпохи викингов и понять, какую роль играли горные перевалы в этой древней торговле. Среди находок – кожаная обувь, уютные шерстяные варежки, стильные туники, наконечники, стрелы с перьев, подковы, трости и кухонные приспособления из поварского набора викингов. Есть даже сувениры в виде вьючных лошадей викингов. Эти артефакты дают нам представление о привычках древних путешественников, о том, когда эти пути были оживленными, и позволяют заглянуть в жизнь искателей приключений. Субтитры создавал DimaTorzok